Настя Голд пытается оправдать скандального Илью Ябарова. Илья успел разругаться с Ольгой Бузовой, почему-то не учитывая, что совсем недавно с ней уже поскандалили Саша Черно и Иосиф Аганесян и так и не смогли вернуться на проект. Хотя очень мечтали об этом, пытались договориться, но так и не сумели убедить организаторов в том, что могут быть интересны зрителям. Илья может тоже оказаться за воротами в скором времени, об этом подробнее в конце ролика. Аганесяны уже оказались за воротами, а теперь Настя Голд явно боится такой же участи, раз старательно оправдывает Илью Ябарова. Настя заволновалась, узнав, что Бузова в прямом эфире возмущается поведением Ябарова. Тот недоволен конкурсом, свадьбой и даже тем, что Бузова специально для него пригласила Любовь Успенскую. Кстати, Илья уверял, что Успенская – любимая исполнительница Настя Голд, и он очень хотел ее порадовать. Зрители считают, что ведущие напрасно гладили Илью по головке. Приходится Насте признаваться, что конфликт на самом деле был, Ябаров отправлял ведущую прогуляться. Но Насте очень хочется верить, что все наладится, и Илье в очередной раз все простят и не будут его выставлять за ворота. Паша, Бабич и Катя Скалон снова выясняют свои отношения. Кажется, совершенно недавно признавались друг другу в любви, и был полный мир. Как уже сейчас, каждый день обсуждаются их недопонимания. Паша очень плохо относится к тому, что Катя тратит много денег на мелочи. По его мнению, нужно больше внимания уделять семье и быту. Ко всему прочему, добавилось желание девушки сделать грудь, что старомодный Бабич совершенно не понимает и не приемлет. Его все устраивает в любимой Кате. Он хочет, чтобы она в первую очередь была здоровая, потому что рожать ребенка еще нужно. Может быть, только после родов стоит менять в себе что-то кардинальным образом? Как вы относитесь к этому желанию и кого поддерживаете в конфликте? Напишите свое мнение в комментариях. Анастасия Стацивят призналась, почему у нее до сих пор нет детей. Участнице реалити-шоу в скором времени исполнится 30 лет, и к данному возрасту у нее так и не появилось ни семьи, ни детей. Многим поклонникам телестройки это показалось очень странным, поэтому тут же пошли предположения о том, что у нее не все в порядке в этом направлении. Зрители сделали вывод, что у нее просто не получается стать мамой. Устав читать предположения о причинах того, почему она так и не стала родительницей, Настя решила рассказать, почему к 30 годам у нее так и не появилось ни сына, ни дочки. Участница телестройки утверждает, что у нее все в порядке, и мамой она до сих пор не стала лишь потому, что у нее не было пока возможности задуматься об этом. В жизни соцвет пока не встретился тот человек, с которым она готова была бы решиться на столь ответственный шаг. Ольга Рапунцель вышла из себя, когда припомнили ее позорное видео. Оля давно страдает от издевательств хейтеров. Последние не просто следят за каждым шагом молодой мамочки, ни на минуту не оставляя ее в покое. От нелестных комментариев в сети многие перешли куда более серьезным действием. Теперь под угрозой не только эмоциональное состояние Оли, но и ее финансы. Как удалось выяснить, участница телестройки теряет рекламные деньги, а все потому, что хейтеры пишут гадости напрямую ее рекламодателям. И многие, как выяснилось, отказываются от сотрудничества с ней. Сама Оля недоумевает, почему ее никак не могут оставить в покое. По словам молодой мамочки, она давно стала образцом для подражания хорошей женой и мамой. А ей вспоминает ее прошлое, которое она сама предпочла забыть. Впрочем, подписчики нисколько не посочувствовали Оле, заметив, что она выводит людей непрошлым. А своим высокомерием и враньем. В сеть попали любовные игры Евгения Ромашова и Кристины Бухенбалты. Ромашов и Бухенбалты вновь пытаются реанимировать свои отношения. К такому выводу пришли фолловеры после кадров, сделанных в гримерке Дома 2. Парочка еще недавно выяснявшая отношения, теперь не просто мило общается, но и открыто флиртует. Впрочем, это еще не все шаги к скорейшему примирению. Очевидно, что сам Женя не против примириться прямо здесь и сейчас. Игнорируя попытки Кристины показать себя недотрогой, к слову, это было не очень убедительно. Ромашов пытался ее поцеловать и в конечном итоге сделал это, пусть и несколько вскользь. Стоит отметить, что наметившемуся потеплению в отношениях Жени и Кристины рады далеко не все. Часть зрителей убеждены, идиллия в паре Ромашовой и Бухонбалты продлится недолго, после чего парочка начнет ругаться с утройной силой. Купиной Донцовой нашлась замена. Мельника и Аполинская. Нельзя покидать периметр даже на несколько дней, иначе твое место в эфирах быстро займут новички. Купиной Донцовой нашлась замена. Мельника и Аполинская в дневном эфире и птичник посетившие, и довольно забавное представление с макияжем устроившие. Такой вывод можно сделать на основе увиденного. То ли старые лица приелись, то ли у Максима и Юли артистических талантов оказалось намного больше. О том, что с парой Максима Мельника и Юлия Аполинской связаны определенные расчеты создателей телешоу, говорит несколько моментов. Во-первых, они довольно связаны говорят, особенно Мельник, что нынче редкость на проекте разговорного жанра. Во-вторых, у ребят есть чувство юмора, с которым они относятся к происходящему, в том числе и к истории с Ильяной Павловой. В-третьих, уже успели записать блоги на официальном сайте Дома-2 и активно, не без помощи редакторов, развивают свои страницы в социальных сетях. Алексею Купину явно придется с мечтой о ферме на поляне Дома-2 попрощаться. После таких визитов, как у Мельника и Аполинской, гуси и утки отходить долго будут. Влад Кадони выгнал Илью Ябарова с проекта. Илья пошел против организаторов. Многие уже знают о том, что Настя Голд вылетела из конкурса «Человек-года». Увидим мы это по эфирам через несколько дней. Илья Ябаров рвет и мечет из-за несправедливости редакторов шоу. Молодой человек вчера вышел в прямой эфир и начал сливать секретную информацию касательно конкурса и организаторов. Илья признался, что данный конкурс никогда не являлся справедливым. Сплошной обман и ложь. Зрительское голосование со слов Ильи тоже является обманом. На самом деле голосуют за участников боты, а не живые люди. Победитель уже выбран давно. Ябаров вспомнил победу в «Человек-года» романа Капаклы и сообщил, что его победа была сфабрикованной. Был договорняк с ведущими. Капаклы победил, а Алену Савкину с маленьким ребенком оставили в пролете. Ябаров возмущается несправедливостью со стороны редакторов и в этом году. Ведь из конкурса вылетел не только он, но и его супруга Настя Голд. Также участник Дома 2 заявил о том, что теперь после его правды, которая разоблачает конкурс, Илью и Настю Голд будут выживать с проекта. Организаторы этого не просят. И так оно и оказалось. В прямом эфире, прямо с поляны, Ябаров сообщил, что Влад Кадони его прогнал не только с лобного места, но и с проекта выгнал. Якобы никому не нравится правда Ильи, и его семью решили слить. Но парень молчать не собирается и не жалеет о сказанном. Ябаров не боится ухода с Дома 2. Говорит, что они с Настей и за периметром прекрасно будут жить. Неужели свершилось, и Ябаровы покинут проект? Или очередная постанова? Напишите свое мнение в комментариях. Саша Черно запускает собственное реалити-шоу. Истинные поклонники Саши и Йоси только радовались за пару, которая наконец-то вернулась в нормальную жизнь. Саша всегда говорила, что у нее масса планов, в которых она видела себя успешной моделью и бизнес-леди, кем она не смогла стать на Доме 2. Так как это противоречило правилам проекта, теперь же у Черно не будет никаких препятствий для того, чтобы осуществить все задуманное. Но если Саша и покинула Дом 2, скандальная реалити ее до сих пор не оставила. Мы знаем, что супруги Аганисян арендовали огромный дом и уже встретили родителей Иосифа, которые некоторое время будут жить вместе с ними. Младшая сестра Александры тоже очень скоро переберется в это жилище. Однако вовсе не для того, чтобы жить одной большой семьей. Оказывается, Черно намерена снимать собственное семейное реалити, дабы доказать продюсерам телестройки свою значимость, а заодно щелкнуть их по носу. Ведь бывшая участница уверена, что проект понес серьезные потери. А вот что выйдет из этой затеи, узнаем очень скоро. Отношения Колесникова и Стацивиад еле держатся на плаву. Максим говорил, что не хочет Насте на проект из-за того, что их отношения ежедневно будут обсуждать. И это оказалось правдой. Теперь в каждом эфире их отношения показывают чаще всего. Она не хочет для него готовить, потому что не любит это делать. Друг друга обзывают, говорят нецензурные слова, не уважают и постоянно перебивают. Такое же произошло на лобном месте, когда Максим с кем-то разговаривал, а Настя начала резко перебивать, вмешиваться в разговор. Макс решил, как мужик, выразиться нецензурными словами в ее адрес и сказать по велительным тони «заткнись». Охраннику, который сидел рядом с ним, это не понравилось. Он сказал, что когда вы сидите при людях, никогда нельзя так себя вести со своей девушкой. Можно было сказать более мягко и вежливо, а потом лично все расставить по местам. Но как это сделал Макс, было очень некрасиво. Кто-то из участников признался, что они продержатся один-два дня, а кто-то дал им неделю. Внешне они смотрятся гармонично, но поведение их обоих в отношениях просто возмущает телезрителей. А как вам эта парочка? Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok